Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Ирина Ромбальская. Неуправляемый занос. Днем на проспекте независимости легковушка протаранила остановку общественного транспорта. Девушка, которая находилась там в момент удара, успела отбежать в сторону. По словам очевидцев, автомобиль начал ускоряться, его раскрутило, вынесло на встречную полосу, после чего машина вылетела на тротуар и врезалась в остановку. Водитель иномарки почти сразу скрылся с места ДТП. Однако вскоре беглец сам обратился к автоинспекторам. Мужчина утверждает, что случайно отключил антипробуксовочную систему, в результате чего не справился с управлением, нажав на педаль газа. Так ли это на самом деле сейчас устанавливается? Видимо, водитель ехал на большой скорости, потому что понимал, что не входит в этот поворот. И здесь, наверное, резко начал тормозить. И его на всей скорости передом развернуло так, что он задом уперся в остановку. Графские развалины под окнами жилого дома на улице Лынькова, уроки безопасности для юных посетителей Минского зоопарка и активная подготовка ко дню независимости на проспекте победителей. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Оксана Семашко. Коммунальщики откладывают на завтра то, что надо было сделать еще несколько недель назад. В горы мусора во дворе по улице Лынькова уже давно пора отправить на переработку. Жители 15-го дома выполнили обещание перед ЖЭСом и освободили свои подъезды от хлама. Вторые слова не сдержали и вывозить бытовые отходы из стройматериала не торопятся. Зеленая зона теперь в буквальном смысле устилается мусором. Обеспокоенные горожане обратились на горячую линию нашего телеканала, после чего коммунальщики пообещали, что уже завтра мусор исчезнет со двора. Прошлая неделя, даже с прозапрошлой. Это все лежит возле подъезда, не вывозится. Здесь маленькие дети играют. Совместить приятное с полезным. Представители профессии, которые ставят в пример, сегодня напомнили ребятам, как вести себя в экстренных ситуациях. Сотни маленьких минчан сегодня во время прогулки по Минскому зоопарку стали участниками профилактической акции «Каникулы без дыма и огня». Столичные спасатели устроили для детей настоящий праздник. Школьники попробовали пройти испытания на высоте пожарной лестницы и самостоятельно обезвредить очаг возгорания с помощью импровизированного огнетушителя. Кроме того, профи показали ребятам, как правильно обращаться с водой и огнем. Мы там узнали, какие телефоны надо звонить при пожаре. Самая главная задача наших родителей – вспомнить, где дети находятся и, конечно, не отпускать их от себя. Три дня до 3 июля организатор расставляет праздничные акценты. Возле столы Минск город-герой монтирует сцену и танцплощадку, тестирует световую и звуковую технику. Именно здесь, в день независимости, с 10 часов вечера до половины первого ночи пройдет гала-концерт «Мы, белорусы, мирные люди». Ближе к кульминации торжества на самой большой в стране концертной площадке под открытым небом минчаней гости столицы вместе споют гимн. А завершающим аккордом станет 10-минутный праздничный салют. Основная вся работа сборочная сделана. Осталась практически наладка, только расставление оборудования. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт ctv.billare.com. Звоните по телефону горячей линии 1 600 700 и помните на важные подробности. В ритме лета. С 1 июля торговые палатки в городских зонах отдыха будут работать до позднего вечера. Купить прохладительные напитки и мороженое минчане смогут до 22.00. Идея привести режим работы к единому знаменателю возникла после мониторинга торговых точек специалистами Мингросполкома. Как выяснилось, покупка сезонных лакомств для минчан часто оказывалась невозможной. В результате мониторинга работы мелкорозничных торговых объектов, расположенных на улицах города, а также в парках, скверах, было установлено несоблюдение отдельными субъектами хозяйствования режима работы. Предписано в срок до 1 июля устранить все нарушения. На сайте Мингросполкома мы вывесили рекомендации в максимально удобном варианте, чтобы все знали правила игры. Привокзальная история с чистого листа. Из-за стремительно растущего пассажиропотока столичные архитекторы предлагают существенно изменить облик, прилегающий к железнодорожному вокзалу территории. Новый градостроительный проект предполагает строительство еще одного здания вокзала. Для перехода из старого зала в новый над путями продлят уже существующий конкорс. Также появятся дополнительные транспортные развязки и платформы. А по новым железнодорожным путям будут курсировать электрички в Рудинск, Столбцы и Борисов. Ознакомиться с проектными материалами можно в холле администрации Октябрьского района. Общественное обсуждение продлится до 11 июля. Будет формироваться кольцо 12-метровое, по которому будет по кругу ходить автобус и троллейбус. Там будет организована большая пешеходная зона. Площадка для межпикового отстоя общественного транспорта будет вынесена из площади Дружная в другой конец маршрутов. Отпускной сезон в подземке. Минский метрополитен завтра переходит на летний режим работы. А это значит, что интервалы движения поездов увеличатся. В рабочие дни в утренние и вечерние часы пик время ожидания составит 2,5 минуты на Московской линии и до 3,5 минут на Автозаводской. По субботам в пиковое время интервал движения по обеим линиям составит 5 минут, а в воскресенье до 6 минут. К зимнему графику работы метрополитен вернется 1 сентября. И вернемся к теме уличной торговли. Хватает ли городу точек по продаже мороженого и прохладительных напитков? Мнение Минчан наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Я живу на улице Калиновского. У меня на моей улице хватает торговых точек с мороженым, с водой. Хотелось бы только того, чтобы в парках поставили больше таких точек, потому что лето, жара. Я живу в центре, конечно, не хватает. Естественно, все как-то в магазинах. Конечно, надо в такое время года выносить на улицу, чтобы это было доступно и быстро. Нужно установить, если это будет вписываться в архитектуру города, и будет культурно, красиво. Район Казинца. Ну, что, квас только у нас там и все. И больше ничего. Одна бочка на весь район. Если бы было больше торговых точек, не надо было бы стоять в очереди ни пенсионерам, ни маленьким деткам, чтобы было быстрое и хорошее обслуживание. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которые всегда рядом работала Ирина Ромбальская. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова